У человека есть три тела. Три тела. Первое – физическое тело, в котором мы живём. Мы знаем его, мы учили его по анатомии. Есть нервная система, есть сосудистая система и так далее. Это мы знаем про себя. И вся наука современная, допустим, как люди питаются. Они питаются согласно пониманию, как работает физическое тело. Допустим, есть белки, жиры, углеводы, витамины. Если, допустим, в теле что-то не хватает, белков, жиров, витаминов и углеводов, тогда человек, соответственно, берёт такую пищу, где этого всего хватает. Или, допустим, избыток. Но есть ещё два тела. Есть психическое тело, которое реально существует. Это не на основе комбинации нервных импульсов, взаимодействия нервных импульсов, появляется психика человека, как некоторые учёные говорят. Психика человека, она существует даже после смерти вот этого грубого тела. Итак, есть ещё два тела. Есть психическое тело и есть духовное тело. То есть мы все души вечные. Душа — это означает чистота человеческая, доброта, любовь, красота, нежность, решимость. И так далее. Всё самое лучшее, что есть у человека, — это и есть душа. И когда человек влюбляется в другого человека, то он влюбляется именно в его чистоту. Любиться в плохие черты характера невозможно. То есть есть духовное тело, есть психическое тело, есть физическое тело. Духовное тело никогда не умирает. Оно вечное и в этом мире, и в других мирах. Психическое тело нам даётся только в этом мире, в котором мы живём. Это называется материальный мир. Есть духовный мир, там нет психического тела, там есть только духовное тело. А в том мире, в котором мы живём, это, как говорят, феноменальный мир или материальный мир, в нём есть психическое тело. Оно имеет две функции. Одна функция — она даёт силу и контролирует деятельность физического тела. То есть все болезни нашего организма связаны с нашей психикой, с нашим характером, с нашими психическими функциями, потому что эти функции контролируют наш весь организм. И вторая функция психики — это возможность жить, то есть быть счастливым, общаться с людьми, думать, переживать, помнить и так далее. То есть две части психических функций. Одна — поддерживать жизнь в нашем грубом теле, а другая — это сама жизнь. То есть это наша возможность общаться, любить, мечтать, развиваться, что-то делать, взаимодействовать друг с другом. Это всё очень важно знать, как это происходит. Итак, в психическом теле есть два типа каналов. Я вам говорю то, что я не придумал сам. Я много лет изучал в Индии веды, это древнее знание, которое описывает подробно эти все функции. И я не только научился их теоретически знать, а также я научился их понимать физически. То есть, другими словами, эти два типа психических каналов, то есть один тип связан с грубым телом, а другой с нашей психикой, я могу диагностировать у человека. И, допустим, если я диагностировал физические каналы, то есть психику, психические каналы, которые связаны с грубым телом, то тогда я говорю человеку о его болезни. А когда я диагностировал его психические каналы, связанные с его психическими функциями, тогда я говорю ему о его жизни, о его взаимодействии с окружающими людьми. Таким образом, я ничего не придумываю, я вам на практике доказываю то, что это знание существует, просто оно труднодостижимо, то есть его не так просто освоить. Для этого нужны определенные тренировки, которые нужно знать, как это делать, то есть этому надо учиться.